Всем привет, друзья! Добро пожаловать на очередное лайф-видео по ремонту моей квартиры. И сегодня мы поставим вот такую вот ручку на вот эту вот дверь. Наличники мы уже покрасили дверь, я сегодня, наверное, тоже вот эту вот вещь покрашу. Не всю дверь, а именно вот эту кромочку. Ну и, собственно, установлю пока сейчас ручки, поскольку дверь не вся будет краситься. Можно уже установить ручку, потому что, честно, вот за эту штуку уже задолбался. Уже скоро механизм весь раздолбится, поэтому поставлю сегодня, установлю вот такую ручку. Ну и заодно покажу, как это делается. Сразу хочу сказать, что мы будем делать не полностью установку, как бы с нуля, да, потому что отверстие у нас уже просверлено и здесь, и здесь, поэтому просто установка самой ручки именно. Еще такая вот будет ручка у меня. Механизм я уже установил, но тут как бы ничего сложного нет, поскольку отверстие было просверлено, я просто его вставил и все. В принципе, я мог оставить старый, но, короче, старый я, ну, он уже был раздолбан. В общем, я его снял, поставил новый. И, кстати говоря, вот этот вот квадратик вот этот, да, который вот будет вставляться, ну, чтобы поворачивать ручку, он больше, ну, видимо, это уже как бы евро-стандарт, да, а вот эти механизмы, ну, как бы уже, поскольку все было сделано еще 12 лет назад, были, видимо, другие стандарты, и отверстие вот это на одну десятую миллиметра было меньше. И прикол такой, что новый уже евро-стандарт сюда не подойдет, потому что отверстие так и расположено, что евро-стандарт, он чуть короче, то есть отверстие должно быть смещено сюда. Поэтому пришлось новую установить, купить тоже старого, как бы, стандарта. И, в общем, мне пришлось над филиами там отверстие это увеличить в размере, чтобы вот этот квадратик залез. И то он залез как бы очень туго, видите, он как бы не снимается. Сейчас, кстати, его надо будет немножко выровнять. Но не суть. Короче, это установлено, теперь просто одеваем ручку. Вот примерно так это будет, но мы видим проблему. Отверстие было сделано под большие круглые такие ручки. Здесь у меня квадратик, он, видите, меньше, соответственно, это будет некрасиво. Поэтому я подготовил из фанеры вот такие вот, нарезал 2 квадратика, покрасил их уже предварительно. И, собственно говоря, вот через это все вот так будет одеваться. Сейчас я на другой ручке покажу это. Вот таким образом это все будет одеваться. То есть, видите, да, квадратик он, получается, этот квадратик маленький, а вот этот как раз будет покрашен и закрывать немножко. И будет все четко сработано. Ну и, собственно, сейчас нужно будет отверстие в квадратике в этом просверлить. В общем, все это подготовить и будем устанавливать. Ну что, собственно, просверлил ее отверстие, то есть, ничего сложного. Находим центр, сверлим сверлом. Ну, я на 12 взял, чтобы точно уже нормально было. Вот так вот одеваем. Дальше берем ручку без квадратика просто вот так и тоже ее одеваем. Вот таким образом у нас получается. Теперь нужно наметить более маленьким, сверлом вот эти вот отверстия, где у нас будут эти дверки стягиваться. Ну, тут тоже довольно все просто. Опять же, вот таким образом. Ну, главное сейчас выставить ровно вот этот квадратик, выставить ровно ручку. И вот по этим вот крайним отверстиям наметить и тоже их просверлить. Значит, после того, как все вот это просверлили, ну, тут получилось неаккуратно, но не суть. Видно будет только кромку, поэтому не страшно. В общем, устанавливаем, как мы хотим, чтобы это стояло. Далее, ручку вот без вот этого квадратика вначале ставим. Ну, если у вас такого типа ручки, да, они разные бывают. У меня в данном случае именно так. Так, я устанавливаю вот эту ручку вот таким образом. И теперь фишка в том, что вот эти ручки, поскольку они вот с этими квадратиками и со всем этим, вот такими вот саморезами, это все, вот тут три отверстия, то есть два отверстия, это вот эти. Это как бы между собой они будут стягиваться, две ручки. Но недостаточно просто их стянуть, чтобы вот этот квадратик у меня, тем более, видите, у меня это все, ну, обычно это к двери должно крепиться, а у меня же через такую проставку, мне это тем более понадобится. Вот здесь еще дополнительные три отверстия вот такими саморезами именно стягивать. Ну, то есть каждая ручка будет прикручиваться еще вот к этой. Тут, опять же, все точно нужно разметить, установить, и после этого я своим шилом просто вот в эти три отверстия намечу и вкручу вот такой вот саморез, три полчаса таких самореза, и с той стороны точно так же. И уже будем полностью крепить это все с квадратиком, со всеми вот этими окантовочками. После того, как наметили, вот они три отверстия, собственно, берем этот саморез и непосредственно вкручиваем. Ну, и, собственно, вот так вот это, получается, выглядит. Прикрутили. Теперь вот этот низ ставим квадратик. Он здесь закручивается шестигранником. Он здесь закручивается шестигранником. Прикрутили. Теперь тут у нас еще один шестигранник. Это уже крепление, вот, даже зажим вот этой. То есть это будем потом прикручивать. Все, вот так у нас установлено. Теперь вставляем в отверстие. Вот так оно будет выглядеть. Ну, и теперь открываем дверь и, собственно, то же самое делаем с другой ручкой, которая изначально была. И устанавливаем эту. Пока квадратик декоративный не устанавливаем. Пока устанавливаем вот таким образом. Вот так. И теперь с помощью вот таких вот в комплекте идут вот такие вот еще болтики. С помощью них вот через вот эти вот отверстия мы должны будем попасть. Ну, понятно, куда, да? Ну, да, вот сжалось. Берем еще один. Ну, тут с этой стороны, может, вам не видно будет, но не суть. Точно так же задача попасть. Второй уже проще. Можно для этого ручку опустить, но только она тяжело опускается, поэтому придется как-то так. Таким образом прикручиваем. Для этого, конечно, надо опустить ручку, чтобы здесь тщательно прикрутить, но не так это удобно. И с этой стороны. Ну, то есть сейчас наша задача вот это все затянуть, причем в нужном, кстати говоря, положении. То есть сейчас я должен смотреть, чтобы квадратики были четко. С той, с этой стороны. Ну, и, собственно говоря, вот эти два болта закручивать, то есть стягивать. То есть это основное, в принципе, грубо говоря, крепление сейчас идет. Вот, и оно должно быть точно сделано. Все прикрутили. Ну, и теперь, собственно, вот этот вот квадратик. Точно так же его с помощью шестигранника прикручиваем. Все. Вот таким образом. То есть с этой стороны, с той стороны. И теперь, о чем я говорил, последнее, это прикрутить вот этот нижний. Это чтобы ручки прижались вот к этому квадратику. Сама вот эта ручка. Вот таким вот образом выглядит теперь дверная ручка. Мне кажется, очень даже хорошо. То есть, ну, ручка такая в квадратном стиле. В принципе, все комки у меня в квадратном стиле. Тут такой тоже квадратик. Причем вот такого цвета. Такого же цвета будут наличники. И такого же цвета будет вот эта вот, я сказал, окантовочка будет покрашена. А так дверь будет, вот основная рама будет белого цвета. Вот выключатель тоже такого цвета. Ну, в общем, все как бы получается вроде как под цвет, все неплохо. В общем, на этом все. Я вам показал, как установить ручку. В принципе, это просто пример именно вот этой ручки. Другая ручка может устанавливаться, будет по-другому Но смысл я показал Это ни в коем случае не техническое видео Это просто лад-видео, как я устанавливал ручку Ну, может быть, в каком-то плане Для кого-то и подсказка, как установить самому Вообще, на этом все Всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео Ну и, как обычно, увидимся в следующих роликах Всем пока!